Уже завтра, как ожидается, нашу страну с официальным визитом посетит президент Афганистана. С Нурсултаном Назарбаевым Мохаммад Ашраф Гани обсудит широкий список вопросов обеспечения региональной безопасности, сотрудничества торгово-экономической, образовательной, транспортно-логистической сферах. А наш корреспондент Сергей Корняков в преддверии визита афганского лидера побывал в Кабуле, где лично встретился с Мохаммадом Ашрафом Гани и задал ему много вопросов. Один из первых о том, чего президент Афганистана ожидает от своего первого официального визита в нашу страну. В тот день в городе было настоящее военное положение. Все дороги к дворцу президента были перекрыты. По официальным данным, на площади собрались 20 тысяч разъяренных демонстрантов. По неофициальным – в разы больше. Мы наблюдали за происходящим, находясь в укрепленном казахстанском посольстве. Побеседовать с Мохаммадом Ашрафом Гани удалось лишь на следующий день, когда толпа разошлась и было решено сесть за стол переговоров. В эксклюзивном интервью для нашего телеканала президент Афганистана говорил о безопасности, наркотрафике, выводе американских войск и о целях предстоящего визита в Казахстан. К примеру, Казахстан является одним из основных производителей пшеницы в регионе. Помимо этого, Казахстан является крупным производителем стали. Сталь является главной нашей потребностью в сфере строительства инфраструктуры. Еще Афганистан планирует привлечь в страну казахстанские инвестиции. Наша пшеница и мука, к слову, в Афганистане очень популярны. Здесь готовы наращивать объемы импорта. Выставочный центр в самом сердце Кабула отвечает самым лучшим требованиям. Его руководитель Гульшир Хансаид с гордостью показывает здание стоимостью в 75 миллионов долларов. Здесь готовы организовать выставки для казахстанских производителей. Причем совершенно бесплатно. Вопреки всем стереотипам и ожиданиям, Афганистан готов покупать продукты на сотни миллионов долларов. Мы ежегодно поставляем в страну продуктов питания на 4 миллиарда долларов. Если казахстанские бизнесмены постараются, то могут получить более 30% из этих денег. Даже в Пакистане все знают про казахстанскую муку. Так почему бы нам у вас не купить? В экономически привлекательном Афганистане очень сложная обстановка в сфере безопасности. Это, конечно же, не может не отталкивать инвесторов. Война здесь длится более 40 лет. На фоне регулярных терактов и противоречий внутри афганского общества ситуация здесь все еще остается взрывоопасной. Низкий очень образовательный уровень в целом населения является основой для подпитки экстремистских сил. И вот именно наш вклад в повышение уровня образования оценивается очень здесь высоко. Международная коалиция и Соединенные Штаты Америки уже вывели основную часть воинского контингента из Афганистана. Отныне стабильность Афганистана в руках самих афганцев. Вопрос безопасности, вероятно, будет одним из ключевых в ходе официальных переговоров президентов в Астане. Сергей Корняков, болжан Сыздыков, Гани Алшимбаев. Специально для итогов дня из Кабула, Афганистан.